Я вытащил наушник и вот решил все последний раз посмотреть на него, поворачиваю голову и чувствую, ну вот что-то у меня. Это последнее, что запомнил 13-летний подросток. По понятным причинам мы не можем показывать его лица, называть имя и фамилию. В минувшую пятницу на мальчика напал неизвестный мужчина и ударил ножом в спину. Все произошло недалеко от дома, где живет пострадавший. Может взгляд, конечно, не понравился, но я посмотрю на всех одинаково, то есть никакой агрессии. Вот, не знаю, я даже перебирал все, что может случиться, почему он у меня так напал. В злополучный день подросток после школы зашел в гости к однокласснику. Они поиграли в приставку. Около четырех часов в хорошем настроении он отправился домой. Сегодня, рассказывая случившимся, друг пострадавшего просит не показывать его лица. Может кто-то за ним ходил последний раз? Он не видел, кто за ним ходил. Он сказал, что когда он домой шел, на встречу ему шел где-то лет 40-30. Мужчина, где-то в Узбеке, это же вот эта нация. Истекая кровью, мальчику все-таки удалось добраться почти до самого дома. Он находится вот за этими деревьями. А здесь вот у этого пруда теряющий силы подросток попросил помощи у прохожих. Люди помогли дойти до дома, вызвали скорую полицию. В больницу пострадавший был доставлен в состоянии средней тяжести. Сейчас детально картину произошедшего пытаются восстановить в областном следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, части 1, статьи 105 Уголовного кодекса покушения на убийство. Следствием рассматривается сразу несколько причин случившегося. В школе пострадавшим говорят только хорошее. Версию, что подросток мог спровоцировать конфликт в учебном заведении полностью исключают. Он у нас на хорошем счету, мальчик учится, на четверке в основном, физически развит, поэтому еще одно как бы удивление, что как вот так среди белого дня, так вот ребенка, каким же должен быть этот негодяй, который все это сделал. Как говорят врачи, здоровью молодого человека угрозы нет. Оценив все, выполнив остановку кровотечения умеренного, проведена обработка хирургическая. На больничной койке подростку придется провести не меньше недели. К этому времени, возможно, правоохранители задержат подозреваемого. Геркий Колчин, Александр Широкий, Елена Масолова. День в событиях.